Эмбрейсер Групп Манер, Descent, Red Fiction и, конечно же, первые три Saints Row. Впрочем, две последние франшизы не умрут вместе с Volition. Издатель уже подыскивает им новых хозяев. С вами GamesBlender, еженедельный видеодайджест новостей игровой индустрии от 3dnews.ru Starfield вышла из пятидневного раннего доступа и осчастливила всех, кто ждал лучшую игру 2013 года. До лучшей игры 2023-го оказалось далековато. На Metacritic у нее 87 баллов, Skyrim в свое время приняли теплее, рейтинг в Steam еще ниже, а онлайн в день релиза едва перевалил за 260 тысяч. Это в три с лишним раза ниже, чем у третьей Baldur's Gate, в чем явно виноват Game Pass. По данным Microsoft, на ПК и Xbox вместе взятых в космос одновременно улетели больше миллиона пользователей. И хотя багов в Starfield по меркам Bethesda немного, без проблем не обошлось. Сильнее всего удивились владельцы видеокарт Intel Arc. У них игра или не запускается вообще, или загружается по 40 минут и выдает текстурный хаос, после чего вылетает. Intel заявила, что знает о проблемах, но быстро разобраться с ними не сможет. Недостатки отнюдь не исчерпываются технической частью. Но для тех, кто вместо долгожданного шедевра получил симулятор загрузочных экранов в безликом космосе с графикой Fallout 3, еще не все потеряно. Ведь Starfield — прекрасная платформа для модов. Самое полезное вы найдете в нашей новости по ссылке в описании ролика. Один из них позволяет включить DLSS 3. Автор сделал его платным, но защиту быстро взломали. Однако прежде всего вам нужно не это, а фонарик-проектор. Ведь какой бы ни получилась игра, всегда есть надежда на лучшее, если ваш путь освещают Фил Спенсер, Тодд Говард и Николас Кейдж. Еще ламповее было бы только с тайным светочем GamesBlender Вином Дизелем. Кстати, Говард сейчас вовсе не страдает от угрызений совести, а продюсирует игру про Индиану Джонса от авторов последних Вульфенштейн. Свою часть работы он выполнил примерно наполовину, а первые подробности представят в следующем году. Когда о следующей игре начнет рассказывать Лэриан, непонятно, но она уже в разработке. В интервью для официального YouTube-канала Dungeons & Dragons глава студии Свен Винке подтвердил, что переключился на новый проект, идея которого давно сидела у него в голове. Baldur's Gate 3 не забросят, будут патчи, расширенные эпилоги, кроссплей. Не исключают даже сюжетное дополнение. Версию для Xbox Series теперь обещают до конца ноября. Ремейк Готики придется подождать подольше. Релиз намечен на вторую половину 2024-го, но разработка не стоит на месте, в чем журналисты убедились во время закрытого показа на Gamescom. Ролевой экшен перевели на пятое поколение Unreal Engine. Карту расширили, она на 20-30% больше, чем в оригинале. Сотрудник Tech Raider, Уильям Шуберт, также отметил удивительное сходство с игрой 2001-го года в боевой системе и уровне сложности. Ну а мы заранее порадуемся полному переводу на русский язык. Примерно тогда же выйдет Vampire The Masquerade Bloodlines 2, которая тоже сменила четвертую Unreal на пятую. Paradox Interactive наконец нашла для сиквела новых разработчиков и уверена, что сможет выпустить игру следующей осенью. Выбор студии удивляет. Проект поручили британской The Chinese Room, создавшей Amnesia A Machine for Peaks и Dear Esther. Команда взяла за основу наработки предыдущего коллектива, но кое-что поменяла. Героем станет не новообращенный, а древний вампир, очнувшийся от спячки. Геймплей покажут в январе. Подробностями ПК-версии Final Fantasy 16 обещают поделиться уже в этом году. Надежные источники подтвердили, что игра не станет эксклюзивом Epic Game Store. В те же сроки Square Enix расскажет о двух платных дополнениях. В ближайшие месяцы появятся две железные новинки. 15 ноября начнутся продажи портативного устройства PlayStation Portal для удаленного воспроизведения игр с PlayStation 5, за которое попросят 200 долларов. А 6 октября Nintendo выпустит особую версию Switch OLED в ярко-красном цвете. Консоль в новом дизайне представили в последнем Nintendo Direct, посвященном платформеру Super Mario Bros. Wonder. Как выяснилось, особенными талантами из 12 управляемых персонажей наделен Йоши. Он умеет бросать во врагов предметы и подлетать в воздухе. А в кооперативе еще и катать на спине своих товарищей. Совместный режим только локальный и ограничен четырьмя пользователями, но взаимодействовать с другими игроками позволят и в онлайне. Можно соревноваться и оживлять друг друга. Релиз 20 октября эксклюзивно для Switch. А вот новая Alone in the Dark в следующем месяце не выйдет. Релиз перенесли на 2024 из-за нежелания сталкивать ее с другими октябрьскими новинками, в том числе Marvel Spider-Man 2 и Alan Wake 2. Переосмысление классической серии посидит в темноте до 16 января. В ноябре Beyond Good and Evil отметят 20-летие, и, похоже, поклонников не оставят без подарка. Организация ESRB присвоила возрастной рейтинг юбилейному переизданию первой части. Надеемся, получите приятный бонус в виде новостей о сиквеле, которые делают уже 15 лет. Еще один волнительный слух. Rockstar приступила к разработке Red Dead Redemption 3. Об этом рассказал инсайдер MyTimeToShaneHello, специалист по утечкам в сфере Marvel и DC. Вместо подробностей — дырка от лассо. И учитывая, что GTA 6 явно выйдет раньше, пока о серии можно забыть. Напоследок, приятная новость для тех, кто терпеливо ждал, пока Electronic Arts приведет в порядок Star Wars Jedi Survivor. Вышел важный патч с улучшениями производительности и поддержкой DLSS 2 и 3 версии на ПК. На консолях в режиме производительности экшен теперь выдает 60 кадров в секунду, а в режиме качества на PlayStation 5 работает стабильнее, благодаря технологии переменной частоты обновления. Также разработчики исправили баги, приводившие к порче сохранений и вылетам. А нам стоит исправить баг с отсутствием каламбуров. Сделаем это в календаре. В Steam вышла The Matchless Kung Fu, вдохновленная Кенши, ролевая песочница с открытым миром в жанре уся, китайского приключенческого фэнтези про боевые искусства. Пока игра представлена не уся, потому что это ранний доступ, но контента достаточно. Отзывы очень положительные, кунг-фузом экшен точно не стал. Приглянулось игрокам и Mega Man 10 Dive Offline для ПК и мобильных устройств. Оффлайновая версия экшен-платформера 2020 года с оригинальным сюжетом и сотней персонажей из всей франшизы. Также на iOS и Android появилась Final Fantasy VII Ever Crisis, адаптация седьмой части с кооперативом на троих, объединившая оригинал, ответвление и новые истории. Приближающийся к выходу из раннего доступа ролевой слэшер Last Epoch получил крупный бета-патч с новым подклассом Мага, мастером рун, а еще предметами, улучшениями графики и русскоязычной локализацией. В среду Devolver выпустит приключенческий экшен в стиле панк-нуар Ганг Брелла про месть дровосека, вооруженного зонтострелом, или, правильнее сказать, стрелозонтом, ружьем с бронебойным зонтом. И это не просто оружие, на нем можно летать, добираясь до скрытых уголков локаций. Новые «Горизонты» метроидваний откроются на ПК и Switch. Сегодня на ПК и всех актуальных консолях выйдет NBA 2K24. Впервые в серии с кроссплеем между PlayStation 5 и Xbox Series. А во вторник на ПК и PlayStation двух поколений заглянет гибрид экшена и симулятора свиданий в антураже апокалипсиса «Этерн Найтс». Остальные премьеры недели выпали на четверг. ПК, PlayStation 5 и Xbox Series погрузятся в мрачную атмосферу ужастика «Ад Инфинитум» в антураже Первой мировой. На те же платформы, а также Switch, наведается компания очаровательных аксолотлей с автоматами наперевес. В раглайк-шутере Axolotl можно вырастить армию милых земноводных и устроить аксалютно безжалостную бойню. Тогда же из песков раннего доступа вырвется Dune Spice Wars. В стратегию уже добавили сюжетную кампанию, а с выходом версии 1.0 придет шестая фракция — Утонченный дом Экас, сделавший своим оружием искусство. Игра подорожает на 15%, примерно до 1200 рублей. По словам создателей, одно прохождение занимает 2-3 часа, но при должной сноровке к победе можно прийти и за полчаса. Оценить дюнамичный геймплей предлагают пользователям Steam и Microsoft Store, в том числе подписчикам Game Pass. А Ubisoft в четверг позовет на Гавайи вместе с The Crew Motorfest. Третья игра серии позволит погонять по улицам Гонолулу, горным трассам, тропическим лесам, пляжам и склонам вулкана на сотнях автомобилей. В Steam проезд запрещен, подтверждены только версии для Epic Game Store, Ubisoft Store, а также PlayStation и Xbox двух поколений. Будет текстовый перевод на русский, главное, чтобы не получилось, как со второй частью, но если и в этот раз Юби не справится, то с The Crew пора закрюгляться. Нам, кстати, тоже. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующем выпуске GamesBlender, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!